Здравствуйте! Это программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории региона зарегистрировано 213 происшествий. Из них 11 преступлений, из которых 8 раскрыто в течение дежурных суток. По трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 66 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал 1 человек, причинен материальный ущерб. Так, минувшее воскресенье около 22 часов в поселке Красное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Малолетний водитель, управляя мотоциклом «Лифан», незарегистрированным в установленном порядке, совершая левый поворот в районе дома номер 1 по улице Спортивной, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травму колена. Пострадавший был доставлен сначала в фельдшерско-акушерский пункт поселка, а потом в приемный покой Ненецкой окружной больницы. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. С 5 по 15 мая 2018 года на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии. Оперуполномоченными уголовного розыска выявлено и раскрыто хищение денежных средств в сумме 12 500 рублей и мобильного телефона у жителя Наринмара. Потерпевший с целью совместного употребления спиртных напитков пригласил к себе в гости двоих приятелей, которые в дальнейшем, втайне от хозяина квартиры и друг от друга, похитили у мужчины денежные средства и мобильный телефон, распорядившись ими на свое усмотрение. В другом случае в дежурную часть управления обратился мужчина, у которого неизвестное лицо с банковской карты похитило денежные средства в сумме 8 000 рублей посредством услуги мобильный банк. Оперативникам стало известно, что заявитель употреблял спиртные напитки в компании знакомых, находясь у себя дома. И его гостья, 79-го года рождения, воспользовавшись отсутствием хозяина, завладела его телефоном и перевела деньги на свой счет. Еще одна заявительница, находясь в ночном заведении, употребляла спиртные напитки, расплачивая за них с помощью бесконтактной банковской карты. Для оплаты очередного заказа девушка передала свою карту новому знакомому и, забыв ее забрать, покинула заведение. А молодой человек, оставшись в баре, воспользовался данной картой, оплатив свои покупки на общую сумму свыше 13 000 рублей. Оперуполномоченными уголовного розыска новой знакомой девушке установлен. Им оказался несовершеннолетний 17 лет. Следователем управления по первому факту возбуждено уголовное дело, а по двум последним фактам в настоящее время проводятся проверки. Сотрудники полиции, учитывая произошедшее, призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков и более ответственно относиться к своему имуществу. В дежурную часть управления поступило сразу два сообщения о ножевых ранениях жителей округа. Первое сообщение поступило от диспетчера санавиации о том, что из поселка Амдерма в окружную больницу доставлен молодой человек с проникающим ножевым ранением в живота. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что телесные повреждения мужчине причинил его знакомый в результате возникшего между ними конфликта в процессе употребления спиртных напитков. Во втором случае два ножевых ранения в область грудной клетки жителю поселка Искателей нанесла его жена в ходе возникшего между ними конфликта. Оба перед этим употребляли спиртные напитки и находились в состоянии алкогольного опьянения. Получивший телесные повреждения мужчина госпитализирован в окружную больницу. По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12 мая в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что житель округа во дворе дома по улице Ваучейского города Наринмара нанес побои 14-летнему подростку. Сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетнему нанес несколько ударов мужчина 83-го года рождения, являющийся родителем девочки, в адрес которой данный подросток выражался нецензурной бранью. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8 мая 2018 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в отношении жителя округа 79-го года рождения составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 6.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта и части первой статьи 6.9 Кодекса потребления наркотических средств без назначения врача. Материалы об административных правонарушениях рассмотрены мировым судом Ненецкого автономного округа и на основании постановления мужчине назначены наказание в виде административных штрафов общим размером в 9 тысяч рублей. На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных молодежных организаций, группировок экстремистско-националистической направленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко несовершеннолетние лица 14-18 лет. Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды к людям других национальностей, другого вероисповедания, а также к существующему конституционному строю. Проявлением экстремистской деятельности относятся терроризм, национализм, расизм, фашизм. Преступлением экстремистской направленности относятся такие, как, например, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики и другие. Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет. Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести совершенного преступления и может выражаться как в виде штрафа от 100 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до пожизненного заключения. 8 мая 2018 года у памятника погибшим портовикам по улице Вучейского и в поселке Искателей у памятника оружия победы танк Т-34-85 состоялись митинги. 9 мая 2018 года, в Наринмаре на площади Мара Цей и в населенных пунктах округа состоялись праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Нарушение общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено. 13 мая 2018 года в плавательном бассейне Дворца Спорта Норд прошли соревнования по плаванию в рамках спартакиады Ненецкой региональной общественной организации «Динамо». Всего в соревнованиях приняло участие 6 команд. Программа состязаний состояла из двух этапов. Заплыв мужчин на дистанции 100 метров и женщин на 50 метров вольным стилем и командная эстафета 6 по 50 метров. Сотрудники окружной полиции заняли второе место в командной эстафете, уступив военнослужащим войсковой части 12-403. А бронзовые медали у команды «Медведи Арктики». В личном первенстве на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин серебряная медаль у Сергея Захарова, референта пресс-службы управления. А бронза у старшего инспектора по мобилизационной подготовке Ешковцева Василия. Победителем в заплыве среди мужчин стал сотрудник ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу Алсуфьев Денис. Руководство и личный состав управления МВД России по Ненецкому автономному округу поздравляет команду управления за достойное выступление на соревнованиях и желает пловцам повышать свои спортивные результаты. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.